Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Что происходит по рынку? Происходит долгожданная локальная коррекция. Собственно, почему долгожданная? Да потому что, если вы читаете наш Telegram-чат, то я там вчера делал вот такой вот постик. Именно не в канале, а в нашем чате. Друзья, я хотел сделать этот пост в канале, но сейчас объясню, почему не сделал. Короче, пост в двух словах был такой. Я обнаружил на эфире, когда мы пробили вот эту вот трендовую вниз и отбились от нее здесь как от сопротивления. Я написал, что эфир локально ушел под трендовую, может выпасть из клина и цель будет 3.200 или даже 3.50. И начертил предыдущие уровни. Тут не надо быть гением, чтобы видеть предыдущие уровни сопротивления и предположить, что они могут отработать как уровни поддержки. Да, но я написал ключевое слово «если» и что лонги продолжают держать. Собственно, что мы видим сейчас? Посмотрите, это не только эфир, это весь рынок на примере эфира. Не смогли удержаться на трендовой и пошли в локальную коррекцию. И прямо сейчас тестируем уровень 3.250. 3.250 и следующий уровень это 3.50 по эфиру, если мы продолжим падение. Почему я не стал делать этот пост в телегу в канал? Да потому что я подумал, что, ребята, это может сбить ваш глобальный лонговый настрой. А я напоминаю вам, что у нас здесь произошел очень хороший разворот не так давно. Но пошли повышающиеся минимумы. И в целом мы настроены по быче на отскок и идем все еще туда, наверх, к нашим целям. По биткоину вот они, эти цели у меня на фемиксе, разгрузочные ведра. Я все еще держу лонги, как вы можете видеть. И по биткоину все еще у меня цели это 54, 55, 56. Вот та зона, зона золотого кармана по фибоначи в рамках отскока. Даже если это продолжение медвежьего тренда. Хотя я верю в бычий. Соответственно, по эфиру мы можем также примерно прикинуть, даже если вы медведь, докуда у нас этот технический отскок. Вот он все еще, смотрите-ка, он, кстати, точно отбился от 0,5 уровня по фибоначи. Но у меня цель все еще это 0,61,8. То есть это по эфиру 3,830, где-то вот эта зона, 3,850. Вот. Это даже в рамках локального отскока. То есть чего я сейчас жду, что продолжится какая-то вот такая фигня. И потом только уже начнем думать. И потом, скорее всего, многие зашортят, потому что будут ждать снижения. И вот там-то и будет самая главная развилка. А пока я все еще держу лонги. Я думаю, что все у нас нормально. Тренд в целом у нас бычий. Смотрим, где мы удержим поддержку. И то же самое и на других монетах, если мы сейчас посмотрим. Тот же Dash. Там плюс-минус картина похожая. Вот. Причем, если мы уберем даже вот эту глобальную фибу и посмотрим более локальной фибой, докуда мы можем упасть, то надо натягивать ее вот отсюда вот сюда. Я думаю, что поскольку здесь импульс был слит по Пифагору, надо натягивать вот отсюда вроде как, если я правильно понял его технику. То падать-то на самом деле еще есть куда. Кроме вот этих горизонтальных уровней сопротивления. Это вот, как я уже сказал, 3.50. Если мы его не удержим, то это 61.8. Это 2.900. Вот 2.900, на мой взгляд, это будет ультимативная, оптимальная точка, где нужно удерживать нам бычий тренд, если мы туда упадем. И разворачиваться. Ключевое слово «если», потому что, сами понимаете, рынок волатильный, все может произойти. Продолжаю держать все свои лонги. Ничего не закрывал, частично что-то разгружал, но по мелочи. Держу, верю в продолжение роста. Но, возможно, буду сейчас сокращать часть позиций на отскоке, поскольку мне нужен кэш. Мне нужен кэш, как и всем вам, ребята. Иногда нужно фикситься и выводить. В минусе только Litecoin Long, поскольку я его поздно набирал, как хомяк. Но ликвидацию держу далеко. Буду контролировать сейчас. Наверное, больше не добавлять на позицию. И, может быть, как-то плавно разгружать, когда мы уже пойдем наверх. По дэшу. Давайте, ладно, по дэшу. Наверняка многих волнует именно дэш. Опять же, тут те же самые уровни, вот, начерчены. Мы пробили уже первый. Если идем ко второму, то это, мне грустно об этом говорить, но это 105. Я надеюсь, что у вас там не ликвидация у многих, потому что многие жадничают с плечом. У меня там не ликвидация. У меня ликвидация 85, то есть вот здесь. Не думаю, что мы сейчас туда нырнем. Думаю, что мы сейчас плюс-минус где-то вот в этой зоне начнем отскакивать. Сам этого жду. Сам на это ставлю. Но буду смотреть по ситуации, естественно, потому что, сами понимаете, все может быть. Опять же, рынок очень-очень спекулятивный и волатильный. CandleWave, кстати, прекрасно отрабатывает. Я, когда могу в чат, перепощиваю эти сигналы. Вот он дал немного ложный сигнал на покупку, но после него сразу дал сигнал на продажу. И мы полетели вниз к следующим мощным уровням по биткоину. Смотрите, где у нас следующие мощные уровни. Это плита вот на 43 500. Вот 43 500 может отыграть сейчас как поддержка, если не удержится 43 или 42 500. Ну, достаточно круглые здесь уровни. И вот вообще толстенные уровни 42 200. Вот не думаю я, что мы ниже 42 000 улетим. Тем более, это сходится отлично с предыдущим важным уровнем, где мы долго торговались с вами. Достаточно долго вот здесь. Поддержка была, потом пробили. Вот здесь было сопротивление. Но на самом деле не такой уж он и важный. Здесь скорее вот эта зона накопления 42-44. Куда мы сейчас и спускаемся. Возможно, она и отыграет как поддержка. Плюс мы можем вот так вот видеть, что у нас есть такая траектория. И тоже этот уровень сходится. То есть, грубо говоря, вот эта зона 44-42 сейчас очень важная. Очень-очень важная для биткоина. Ладно, с локальной картиной разобрались. Давайте посмотрим глобальную. Глобально все еще, ребята. Я жду, что мы возвращаемся в этот экспоненциальный канал, который я вам рисовал. Канал средневзвешенной цены, в котором вот мы растем уже 2 года с вами. 2 года мы идем в этом канале. И мы сейчас сильно ниже него. И мы входим в новый, более экспоненциальный канал, в котором мы должны начать расти просто параболически. Но что мы здесь видим, опять же, в краткосрочной перспективе, что вот мы пробили вот эту поддержку, и сейчас тестируем сетку EMA Ribbon на дневном таймфрейме, нижняя граница которой 42 900. Верхнюю границу мы уже пробили, это 44 500. Я думаю, что мы, вероятно, сейчас найдем где-то здесь поддержку и отобьемся от нее уже, пойдем дальше, как это обычно происходит в бычьих моментах. Вот как это было здесь, когда, смотрите, мы развернули сетку, упали сильно, тоже коррекция здесь всех напугала, вот это вот. 42 500 на 37, извините. Но мы отбились и пошли дальше. Поэтому будем сейчас смотреть, как здесь удержится сетка EMA Ribbon на дневном таймфрейме. Ну и на недельном, я вам напоминаю, что у нас зеленые свечи хайка наши. То есть мы только сейчас сражаемся с сеткой EMA Ribbon на недельках. У нас Money Flow выходит в зеленую зону, удерживает зеленую зону. Здесь волны пошли наверх, пустая волна. Еще пока синяя волна не залила все это дело водой, как я обычно говорю. Вот, ну в общем, вот так вот воды немножко нальем и пойдем наверх, как обычно. Вот так вот гриня немножко воды вам налил. Но сам в это продолжаю верить, как вы видите, сам лангую. Что еще могу сказать? Золото вроде как неплохо держит уровень. Я докинул на свою позицию 100 тысяч контрактов, держу на Femex на 192 тысячи долларов позиция. В 18-м плече дисклеймер, не финансовый совет, очень опасно. Вот тут у меня Liquid, где вот эта черточка. Все равно опасно, все равно может туда сквизануть. Но если вдруг так будет, то у меня здесь просто, грубо говоря, предыдущий профит съест. Но я вижу параболическую вот такую тенденцию. Я думаю, что золото сейчас очень сильно начнет отскакивать и пойдет переписывать там 2-3 тысячи долларов и полетит на 5. Ну и биток, как я уже вам сказал, жду, что он будет стоить сотни тысяч долларов. Шестизначный биток, четырехзначный Dash как минимум, а то и пятизначный. Эфир у нас и так уже с вами четырехзначный, скоро будет пятизначный походу. Ну и все остальные альткоины, что тут смотреть-то? Сегодня какие-то некоторые стреляют, выборочные. В основном все упало вот там на 10, 15, 20 процентов. Но, блин, мне ли вам рассказывать, ребята, что это нормальная ситуация для крипторынка? Оно сначала вырастает на сотни процентов, а потом, естественно, откатывает. Поэтому ничего тут абсолютно страшного не происходит. Вот, торгуйте аккуратно, думайте своей головой, холодной головой желательно. На четырехчасовике Candle Wave пока еще не вышел из продажи. Вот он сигналил sell наверху здесь, на вот этой свечке. И мы пошли вниз. Когда он отсигналит buy, я первым делом вам сообщу в чате. Поэтому обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал и телеграм-чат, потому что в чате идет живое общение. Иногда не успеваешь выпустить видео, как вчера, но делаешь посты в чате. Вот, и вообще у нас здесь очень много прикольных ребят. Вот, только что я сюда постил как раз эти уровни. Так что, друзья, будьте осторожны, торгуйте с холодной головой. Всем профитролей. Сейчас, как всегда, всех напугают, укатают вот в это локальное днище и развернут рынок, и начнется тузамун. Я думаю, так. Напишите, как думаете вы в комментариях. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok